Сегодня наш разговор пойдет о державе Карла Великого и его наследников. Карл I Великий, сын Пипина, вел активную политику. В 774 году он завоевал Лангобардское королевство. В 802 году — часть Испании, от Пиренеев до реки Эбро. В 772-802 годах — Саксонию. В 803 году — Аварский Каганат. О походах Карла Великого в Испанию против арабов повествует великий эпос Средневековья «Песнь о Роланде». Карл стремился воссоздать Западную Римскую империю и, расширив границы своего государства, в 800 году был увенчан императорской короной в Риме. Это событие было воспринято современниками как знак восстановления Западной Римской империи. При Людовике I благочестивом, правившем в 814-840 годах, централизованная императорская власть ослабла. Его сыновья, внуки Карла Великого, заключили в 843 году Верденский договор о разделе империй на три королевства — западно-франкское, королевство Лотарингию и восточно-франкское. На этом завершилась история франкского государства. Однако идея восстановления Западной Римской империи продолжала жить. В период раннего Средневековья в Европе зарождаются феодальные отношения. Формируются две главные группы общества — феодалы — крупные земельные собственники и феодально-зависимые крестьяне — земледельцы без права собственности на наделы. Практически развитие феодализма представляло собой процесс складывания крупной земельной собственности путём перераспределения земли. Одни её теряли и превращались в зависимых крестьян, другие умножали и становились феодалами. Переходить от одного владельца к другому может только частная собственность. Поэтому точка отсчёта для феодализма считается повсеместное распространение собственности на землю. С этого момента земледельческая община изменилась. В ней каждому общиннику на правах частной собственности принадлежал пахотный надел, а некультивируемые земли оставались в коллективной собственности. Они назывались альменда. Учёные считают, что классический вариант феодализма сложился во Франкском королевстве, где перераспределение земельной собственности прошло в два этапа. На первом франке, завоевав Галлию, заняли земли, оставленные автохтонным населением. На втором — в ходе так называемой бенефициальной реформы Карла Мартелла. На этом этапе собственность самих франков стала объектом передела. Наиболее важным результатом первого этапа передела земель явилось распространение в Галлии свободной крестьянской собственности. Франки предпочитали расселяться на пустовавших землях. Если таких не хватало, они отнимали часть земли у местных жителей. В свободных собственников превратились и колонны, бывшие рабы, наделённые землёй. У франков законодательно было зафиксировано положение земледельцев, когда пахотные наделы уже не подвергались переделам, а передавались по наследству по мужской линии. Дочери не могли наследовать землю, потому что при замужестве земля, как преданная, могла достаться чужаку, не являвшемуся членом данной общины. Земельный надел, находившийся в частной собственности, назывался у франков Аллодом. Появление Аллода во второй половине VI века оформляется эдиктами королей Хильперика I и Хильдеберта II, которые признали право женщин наследовать землю и узаконили свободу общинника распоряжаться землёй. Собственность было трудно сохранить, поскольку сельское хозяйство было очень неустойчивым, а урожаи низкими. Стихийные бедствия, колебания климата легко разоряли крестьянские хозяйства. Участие в военном походе могло надолго оторвать мужчину от земли, полноценная обработка которой была не под силу женщинам и детям. Чтобы избежать голодной смерти, крестьяне вынуждены были продавать или закладывать землю. Кто-то отказывался от права собственности на свой надел в пользу другого лица, чтобы за определенные платежи сохранить его как держание, свободное от повинностей. Механизмов, способных эффективно защищать права мелких собственников, не было. Крестьянам трудно было противостоять покушавшимся на их наделы. Приходилось откупаться, искать защиты у сильных людей. Платой за покровительство было право собственности на землю, которое крестьянин уступал своему патрону. Параллельно с правом собственности на земельные наделы мелкие производители теряли личную свободу, попадали в судебную зависимость от частных лиц, которые обеспечивали им безопасность и защиту. Так происходило превращение свободных крестьян в феодально зависимых. Приобретение земли было только первой задачей землевладельцев-феодалов. Собственность надо было сохранить, защитить, обеспечить ее передачу по наследству и обработку крестьянами. Для этого требовалось построение юридической системы отношений землевладельцев как между собой, так и с земледельцами. Есть три формы феодальной собственности. Аллот — полная, безусловная собственность, бенефиций — условная и срочная собственность, феод — условная и наследственная собственность. При мировингах крупная феодальная собственность называлась Аллот. Первыми феодалами были королевские приближенные, награжденные большими наделами. Они стали элитой общества. Главной чертой их взаимоотношений с королевской властью и друг с другом было соперничество. Рядовые франки страдали от их произвола. При королингах на смену Аллоду пришел бенефиций — условная срочная земельная собственность. Бенефициарий получал ее на условии несения военной службы королю и только на срок этой службы. Его права на землю были ограничены, условны. Земельный фонд для бенефициев королинги создали за счет передачи королю части церковных владений и конфискации Аллодов у мятежных магнатов. Бенефициальная реформа была нацелена на укрепление королевской власти и создание сильного рыцарского войска. Бенефициарии стали главной опорой королевской власти, которая действовала в первую очередь в их интересах. Бенефициарии стремились сохранить бенефиции в своем роду, передавая по наследству. Кирсийский капитулярий 877 года узаконил наследственность бенефиция, который превратился в фиот — условную наследственную земельную собственность. Параллельно устанавливались личностные сеньориальные-вассальные отношения между феодалами. Бенефициарий приносил тому, от кого получал землю, личную присягу верности — оммаж. Того, кто становился господином, именовали сеньор, подвластного — вассал. Крупный вассал, в свою очередь, жаловал бенефицией и становился сеньором для своих вассалов, которые по отношению к его господину становились арьер-вассалами. Мерсенский капитулярий 843 года ввел обязательность личностных вассальных связей между феодалами. Так складывалась иерархическая структура слоя землевладельцев. Внутри иерархии установилось правило «вассал моего вассала — не мой вассал». Феодальная раздробленность, политическая децентрализация — закономерный и важный этап развития средневековой Европы. Главная ее причина состоит в развитии хозяйственной самостоятельности частей государства. Не только крупные, но и средние феодалы становятся способны содержать собственных рыцарей на доходы от земельных наделов. Поэтому все меньше нуждаются в покровительстве центральной власти. Постепенно они становятся даже и юридически независимыми от сеньоров, приобретают права суда и независимо поддерживают дипломатические отношения. Хронологически феодальная раздробленность разделяется на два периода. Первый — в X веке распад государства на фактически независимое герцогство и графство. Высшие точки этот этап достиг, когда герцоги и графы избирали короля, и король считался первым среди равных. Второй — в XI веке дробление герцогств и графств, на неделимые сеньории, владетели которых, бароны, были фактически независимы от своих сеньоров, герцогов и графов. Королям в этот период приходилось думать не о том, как укрепить свою власть в королевстве, а о том, как сохранить ее в графстве парижском. В X-XIII веках в Западной Европе окончательно сложились основные группы средневекового общества. Они различались по образу жизни и правовому положению и обязанностям. Средневековое общество не знало равенства. В представлении людей средневековья общество делилось на сословия, равные по своему значению и ценности для общества. Молящихся — священники и монахи, воюющих — рыцари, трудящихся — крестьяне, ремесленники. Сословная принадлежность была наследственной. Каждое сословие имело свои важные обязанности. Они не могли существовать друг без друга. Так духовенство заботилось о душе в жизни и после смерти, обеспечивало связь общества с Богом. Рыцари защищали страну, духовенство и крестьян, а крестьяне всех кормили.